добрый день добрый день мои хорошие уже день уже без 15 и 11 вот сегодня 6 марта воскресенье на улице у нас так прохладненько но по весеннему осадков никаких нет температура 3 градуса вот я проснулась провела себя в порядок открыла холодильник и посмотрела что есть нечего вот думаю надо сходить магазин я бы может магазин не пошла замочила свинные косточки которые вам показывала что когда-то купила мог ли они у меня ночь вот хочу сварить первого блюда посмотрела нет картошки на картошки всегда понемножку покупаю вы видели я вам вам всегда показываю там по 10 бульбинок по 15 ну магазин же рядом думаю пойду пройдусь короче зашла в магазин только за картошку я набрала два пакета вот сейчас что-нибудь приготовлю себе на завтрак отвечу на пару ваших вопросов по моему на один только нет и на 2 сегодня наклюнулся второй вопрос ладно короче девочки купила я две пачки творога калинка 5 процентной жирности 5 процентов калинка наш белорусский калинковический творог 5 процентов чего взяла два но это мои такие знаете планы планы есть а языки и живот работает и поэтому можно ничего не дождаться как я отварила свеколки показала вам что купила селедочки вы думаете я делала шубу нет я для себя шубу не делала я селедку съела так не помню ли с хлебом или с картошкой а бурак потёрла с майонезом свеклу потерлась и с майонезом заправила и поела так и поэтому то что я купила две пачки творога и пакет муки это ни о чем не говорит но хотелось бы сделать блинчиков с творогом много на печь чтобы мне хватило на несколько дней вот с чайком или на перекусом вот и поэтому вот это вот ни о чем не говорит творог можно съесть просто так а муку можно поставить на низ и все и будет это все стоять купила девочки яйца яйца с 2 по 2 рубля вот они хорошие яйца девочки не жили так много ем я хожу в магазин но я не знаю через два дня я все поедаю я одна не знаю я но не жили я так много ем сметана калинка сколько тут процентов жирности 22 процента жирности такая вот густая как как и на штукатурку вот это вот ну месила густая сметана но видного так купила себе вот такой вот хлеб водор называется по белорусскому водор да даже не знаю как и перевести водор вот положу его в морозильник как мне советовали и когда мне надо буду кусочек хлеба брать и есть но это опять же мое предположение я могу его утоптать сейчас чем угодно с булл и с маслом с чем угодно купила маме вот такой вот и рис 86 копеек он стоит тут 1 2 3 4 5 8 долечек вот таких вот маленьких квадратиков 8 долечек она любит он мягенький на его туда-сюда и он во рту рассасывается один мешок пуст как у леонида якубовича 2 мешок пельмени потешки они вроде бы девочки ничего не вкусные пельмени потешки а чьи они брестские брест их мы сразу ложим морозильник бросаем даже так маме взяла молоко сегодня пойду я пойду к ней с молоком а то вчера я варила пшонку и как бы молока экономила я больше водички туда влила а молочком только забелила эту пшоночку ну потому что не было молока я знаю что она утром будет есть лена будет кормить ее кашей а запивать ей надо молоком и поэтому вчера каша на воде получилось бабе ничего страшного девочки так я сама люблю пшонную кашу купила тоже себе пакет пшена да у нас стоит ценник такой ну желтый рубль девятнадцать пакетик пшена сварю себе пшонную кашку я уже рассказывала как я варю пшонную кашу вот я крупу засыпаю а потом она немножко поварится на немножко вот покипит я эту воду сливаю горость эту я сливаю но потом она варится у меня сольки сахарку маслица но и каши варю на воде девочки себе на воде варю каши я не люблю на молоке варить вот эта пенка собирается потом эта пенка может попасться ой пенка молочная для меня это хуже чем волос во рту сравнила да записывается так девочки купила рыба минтай у нас такой там бардак в этой рыбе стоят ящики картонные с рыбой в холодильнике и там одном ящике набросано на все рыба с головами какая-то видать дорогая потом какая-то вообще другая рыба непонятная а это вроде бы минтай взяла вот минтай три штучки так скажите запечь в духовочке не хочу хочу пожарить а то я знаю вы сейчас посоветуйте в духовочке запечь с майонезом с морковочкой вот картошки взяла совсем чуть-чуть зачем мне брать много чтобы она росла лена маме покупает сеточками вот такими вот сетками там килограмм по 6 по 7 я вчера маме чистила картошку она у нее проросла зачем мне брать много когда я каждый день могу пойти в магазин и взять вот себе десять-пятнадцать семь бульбинок и даже пять могу взять на один раз магазин то рядом и последняя моя покупка уцененные яблоки как всегда я покупаю яблоки на уценке тут сбор дружины попался один какой-то сухой захудалый банан вообще который который которому три дня до сдоху осталось во вообще какой-то пляма но он твердый вот возьму он твердый наверное из-за этого шкурочки где на терлась об ящик ну вот такой вот один валялся одинокий меня ждал лучше меня кто-нибудь одинокий другой ждал девочки чем банан о я не могу так девочки хочу ответить вначале на коротенький вопросик который мне сегодня я только проснулась глаза пролупила открываю свой интернет и мне это я упаковываю холодильник продукты а как бы вас поставить чтобы вы все бачили а не надо мне вас ставить потому что я сейчас яйца выложу и все оля олсен спрашивает у меня это мой самый молодой зритель девочки оля олсен хорошая девочка вот девушка вот она мне задала вопрос шьете вы что-нибудь какую-нибудь одежду или шили когда-нибудь по бурде там мама ее шила нет отвечаю девочки это наверное на том канале у меня было видео оля где я со своих штор шью маме шторы на двери ну маме на дверях как у деревнях висят шторы я столько намучилась с этой машинкой я столько намучилась этой заправкой ниток и я так олечка не люблю шить если бы вы только знали для меня легче помыть полы где угодно хоть у подъезде хоть где но лишь бы не шить нитка с иголкой для меня не существует вообще вот и поэтому оля никогда я не шила это самая тем более по бурде там я знаю там штрих на штрих нападает там очень много выкроек я знаю тот журнал вот никогда я по нём не шила когда-то у нас было везде стол раскроя в любом универмаге в любом магазине в закуточке стоял большой стол стояла закройщица там стояла очередь и все что-то себе раскраивали юбки халаты там платья блузки все что-то раскраивали я там ни разу не раскраивала потому что я шить не люблю шила я в ателье вещи но в ателье сами знаете как шьют не дай бог я вспомню как я шила в молодости как я мучилась от пошитого это просто было ну что ателье придешь на две примерки и все девочки и забираешь вещь или тут же при тебе и опять подделывают там сто строчек сто выравниваний сто подтягивания этой ткани ой не хочу даже вспоминать то время в то время и ателье я не хочу вспоминать так что Оленька ничего я не шила у нас в школе были уроки труда Оля и мы шили передники ночные рубашки шили халаты шили передники ночные рубашки халаты даже трусы шили но трусы настолько ситься неудобные что если бы вы знали они везде жмут вот что-то мы еще шили да было выклика женских трусов и мы шили что мы еще шили халаты а юбки шили прямые это уже где-то класс 10 я помню мамка вельвета набрала крупного крупный вельвет был кто девочки помнит крупный вельвет девочки вот как стань нам вспоминать что у нас было в советское время это просто понимаете сейчас этого нет вообще все это стерто с лица земли мне мамка набирала крупный вельвет бордовый и у меня была бордовая юбочка прямая но я все время девочки с ней мучилась потому что у меня неправильно был пришит пояс пояс пришить к юбке это большое искусство вот поэтому олечка милая ничего я не шила ни в молодости в своей не в юности для меня это каторга хотя оля у мамы была машина и сейчас она есть она стоит заброшенная старая аршанская машина ручная подольская ручная вот она стоит в деревянном чемоданчике у той хати половина где у нас там склад разного тряпья вот ответила на олен вопрос шить олечка не люблю вчера лежу на диване и вот это вот шторы которые у мамы на дверях со своих штор я отделала смотрю и думаю мама на кровати такая тряпка висит ну раньше как на эти железные кровати вешали по бокам белые кусочки так у нее висит цветной думаю о надо мне осталось еще одна шторина ей повеситься шторы однотонную бледно-постельного цвета такую ну тряпку сбоку чтоб ноги не были видны на кровать она цепляется на веревочку а сейчас как представила это мне сегодня надо снять размеры это мне надо разложить эту штору эту ткань мне надо ее обрезать вымирать да вы что мне уже поплохело девочки мне уже поплохело вот поэтому оленька ответила на ваш вопрос моя хорошая ответила так девочки все хорошо я же ничего не ела еще продуктов я набрала но их надо готовить готовить я не хочу и поэтому завариваю сейчас себе каши из трех знаков есть у меня банан уцененный ой девчонки горб мой был виден да вот что мне делать вот ответьте мне пожалуйста вот я уже вам рассказывала если я куплю себе уметь техники вот такой есть ну их по телеку рекламировали их на одноклассниках рекламируют такую жилеточку она состоит из больших ремней корректирующих сзади она будет одеваться как жилеточка и будет так немножко за счет вот этого ремня вот здесь вот она будет выравнивать плечи как вы считаете мне в 62 года старой горбатой бабе это поможет или нет я все время хочу это сделать но уже время подходит летнее этот наверное корректирующий жилеточку надо носить начиная где-то с сентября по вот по апрель пока мы не ходим в легких блузочках в легких маечках вот если бы я вовремя купила ее да я бы носила ее сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март даже апрель носила бы восемь месяцев за восемь месяцев я бы наверное привыкла держать плечи прямо и что-то бы у меня может немножко выровнялось вот напишите мне пожалуйста хотя бы один человек напишите стоит ли покупать это этот как он называется корректирующий осанку ну я называю жилеточка потому что он в виде жилеточки ну летом его носить девочки не будешь потому что летом что мы носим блузочки прозрачные маечки иногда платье одеваем как я иногда вот и из-под платья ну как на голое тело его одеть это если его на маечку еще одеть под какой-нибудь такой цветарок так еще можно так сколько наболтала девчонки 14 минут 14 минут наболтала так кашу заварим отвечу я вам сделаю сегодня отдельно это загружу видео а потом вам сделаю отдельно проработал будет два видео девочки потому что длинное видео люди и не сильно хотят смотреть длинные длинные видосы сейчас я заварю кашку покрошу себе бананчик бардак у меня везде девочки я вы знаете что я так поняла что я бардак делаю себе везде сама я вот так вот пришла покидала покидала вот я вам показала я вам показала это самая продукта я же везде побросала на подоконнике я хочу есть я хочу заварить каши вот если вы у меня упадете глядите мне надерусь в раку если упадете стойте не падаете вот этот угол прикрытите лясница телефон лясница в угол стола о чем я говорила девчонки о чем я говорила а от видео что сделаю второе второе видео я отдельно а девочки проработать сегодня же вам расскажу магазин я уже сходил особо покупать ничего не надо сейчас я покушаю поставлю свои косточки вариться и и и девочки сделаю видео когда я показывала про косточки свинные вот такая хорошая мясная косточка вот тут же вот мяско вы видите вот одно мяско так что поставлю с такой косточкой варить супчик а с чего я его буду варить с каких круг не знаю рис у меня нет рис я поела пшено есть перловка есть на перловку надо было замачивать макароны есть не знаю какой-то супчик хотела купить гороха и как-то я мимо него прошла и не купила гороха а свиные косточки вариться долго я могу перловки засыпать пусть перловка бурдолит вместе с косточками хотя когда была тамара седых у меня она говорила перловочку надо варить отдельно чтобы не было белая белый бульон от перловки вот девочки очень многие ко мне вернулись а тамару седых я потеряла я всегда рассказывала нашла тамар седых и зашла к ним в гости и только две тамары пришло ко мне и видать не те тамары пришли ко мне в гости ну может быть когда-нибудь тамара седых будет гортать ленту в ютубе мою морду увидит и может быть ну придет ко мне на канал хорошая женщина нам не так о многом писала мы с ней вот переписывались хорошая тоже женщинка ладно девочки я всегда покупала себе овсяную кашу это я вам показывала купила кашу из трех злаков сейчас с вами будем засыпать кашу из трех злаков видно вам да видно вам девочки меня вы видите как диктора арабского радио каждый час стол мой тоже видите но немножко в отдаленности ну стоит на стол вас поставить мы сейчас заварим кашу и все и прекратим эту тему я девочки немножко подсаливаю водичку всегда и немножко слащу и засыпаю крупу и закрываю крышкой без всякого масла без всякого все вот такая у меня каша ну я считаю что она приносит пользу вот у меня во рту еще маковой маковой росиночки не было и я считаю что это каша принесет мне пользу она обволокет стенки кишечника желудка и все будет хорошо крышечку надо маленькую девочки от другой кастрюльки так что-то сильно бурдолит моя вода бурбалки большие так вот него неудобно брать эту кашу сейчас я насыплю все выключаем и стоит она на горячей комфорочке сейчас она разбухнет и можно было будет кушать она вот не как овсянка девочки на вот здесь ячменные хлопья потом пшеничные ячменные и овсянка она такая вот крупная вам видно девчонки вам все видно в домашнем свитере рукава растянулись ой олечке я ответила ирине ирине я отвечу насчет работы так насчет работы я расскажу кто-то что-то там у меня еще писал вот надо девочки записывать ваши вопросы мне надо записывать чтобы мне отвечать о цененный банал было черное пятно сейчас мы мы проверим хорошие девочки свеженький вот бананчик вот целенький но на уценочки ой какой у меня беспорядок на кухне иногда купишь хороший банан его вам видно вам ни хрена девочки не видно тут у меня и пшено и картошка давайте вас сюда поставлю иногда девочки купишь хороший банан потом его раскрываешь а там какая-нибудь такая перезревшая такое пятнышко хороший уцененный бананчко сейчас я как залуплю с кашкой красотень девочки ну вот вы же много задавали вопросов вот не помню я что там про помаду я ответила оленьки я ответила что мне еще там ответить девочки насчет ютуба я не знаю там я вчера зашла к знаменитому блогеру которого я смотрю вася на сене сергей у него благотворительный канал он помогает людям которые в виду попали он уже создал себе яндекс дон вот но я вчера там была такая полосочка подписаться я к нему подписалась ну чтоб самой создать я это не могу это мне юру надо просить а вот и короче говоря если у вас ютубы подключают вы мне хоть напишите в одноклассники девчонки светку дегтярева в одноклассниках вы найдете да будем с вами общаться иначе я без вас пропаду вот что то еще вам хотела сказать вот девочки не помню вы же мне много комментариев писали но я вам всем ответила сегодня было каких-то два комментария один про олю один а один был про у меня новая подписчица с казахстана я даже не могу назвать ее имя и фамилию потому что забыла вот на подписалась на меня спасибо вам большое наговорит пересмотрела видео тоже у нее была мама мама и и похоже на меня девочки очень многие пишут что ваши мамы похожи на меня кто уже ну мам проводил долгий путь вот похоже маму на мою маму я считаю что все старушки такие вот потому что ну как вам сказать во всех отказывают мозги ум отказывают все они что-то трепят все они такие щепетильную каждую тряпочку скорая приехала руку я освобождала на что это такое тряпку это выкинула не тряпочки сюда закладывать чтобы им глазки вытереть носик вытереть все они одинаковые вот я вчера свою покормила она лежит взяла расчесочку со стола причесывается я смотрю мне сердце обрывается человек расчесывается лежит и расчесывается все даже заплачу все девочки вот это видео за газа загружу вам она получилась а вы какое на 23 минуты не знаю все сейчас я покушаю уже вы видели что я себе готовлю вот и загружу вам видео про работу и я вам покажу вам что-то